Приветствую, друзья! К компанию DD Hi-Fi многие меломаны знают как производитель аксессуаров довольно высокого качества. Попытку выпустить свой собственный мобильный ЦАП они предпринимали уже неоднократно, но какого-то особого ажиотажа вокруг полученных устройств ни разу не случалось. Конечно, пока они не представили героя нашего сегодняшнего обзора TC44C, где помимо двух конвертеров Cirrus Logic CS4331 нам предлагают обычные балансные выходы, высокую выходную мощность, а также поддержку DSD и PCM высокого разрешения. По параметрам как бы все это мы уже видели, но тот звук, что им удалось вложить в свое новое устройство, вызывает не просто уважение, а полноценный восторг. Собственно, о нем сегодня и говорим. Поехали! Поставляется аппарат в компактной строго оформленной картонной коробке с изображением фронтальной части устройства и полным списком его технических характеристик с обратной стороны. Здесь же обозначена версия устройства Type-C или Lightning. Внутри находился, конечно же, сам девайс, гарантийный талон, фирменный чехол из кожзаменителя и небольшой соединительный кабель. У меня это Type-C на Type-C, но бывает еще Type-C на Lightning. Переходник же на классический USB разъем придется докупать отдельно, если он вам, конечно же, нужен. Корпус у ЦАПа небольшой, примерно в два моих ногтя. Полностью металлический, с интересным выступом с одной из сторон. Сверху, снизу и сбоку здесь абсолютно ничего нет, кроме небольшого отверстия для крепления шнурка. А вот по торцам расположились функциональные элементы. Сзади это вход на Type-C, а спереди два выхода. Стандартный джек на 3.5 и балансный пентакон 4.4 мм. Причем в балансный выход нам еще и вписали светодиод, сигнализирующий о качестве активного потока. Минус в том только один. При подключении по балансу никакого свечения вы не увидите. Дополнительного окошка тут, увы, не предусмотрено. По разрешению нам доступно PCM до 32 бит 384 кГц и нативный DSD до DSD 256. Декодирование МКА аппарат не поддерживает. Во время работы девайс абсолютно не нагревается, шума в паузах нет, как и поддержки гарнитуры, что логично в связи с отсутствием в компонентах АЦП модуля. Из характеристик заявлено два ЦАПа Cirrus Logic CS43131 и общая выходная мощность 120 мВт на 32 ума нагрузки с балансного выхода. Это не то чтобы прям много, но вполне достаточно для подавляющего числа полноразмерных наушников, не говоря уже о всяких чувствительных внутриканальных решениях. По громкости же, на мой взгляд, так вообще с избытком. Я ни разу, друзья, не поднимал уровень здесь выше 15% из 100 возможных, то есть его серьезным таким запасом. Пользоваться аппаратом очень просто. Один конец идет в смартфон, планшет, ноутбук или приставку, а с другой стороны подключаем свои любимые проводные наушники. В двух словах, девайс можно описать как внешнюю звуковую карту для смартфона, телевизионной приставки, ноутбука или чего угодно еще. Потреблять девайс тоже весьма гуманно. На 5 вольт это 0,78 ампера, причем это значение постоянное, вне зависимости от того, в какой из двух выходов будут подключены ваши наушники. Под Windows 10 аппарат подхватывается автоматически и готовый к работе посредством WASAPI. Для более ранних версий операционной системы и поддержки интерфейса ASIO производителям предусмотрен соответствующий софт на официальном сайте. Разочаровывает только то, что это довольно старенькие драйверы от Bravo HD на 32-битном движке. Мне они не сильно нравятся, однако, если нужно, все есть и прекрасно работает. Под Android и iOS ЦАП поддерживается на всех приложениях и стриминговых сервисах, включая высококачественный BitPerfect режим с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Измерения я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц с балансного выхода на ЦП Евандеи. Суммарно тестер выдал все значения в положении отлично. Прекрасная по своим характеристикам кривая АЧХ, шумовая полка ниже уровня минус 150 дБ, шикарный динамический диапазон, гармонические искажения около минус 120 дБ со значением 0.00020%, а интермодуляционные таки еще ниже по уровню. В общем, как и ожидалось, технически очень грамотное устройство с превосходными характеристиками. Кстати, по цифрам все практически полностью совпало со значениями на сайте производителя. По подаче модель получилась просто сверх музыкальной и выразительной, с яркими, сочными, чуть приближенными к слушателю образами и по аналоговому теплым характером. При первом же знакомстве с устройством я, признаюсь, буквально залип, прослушав на одном дыхании почти треть имеющейся у меня медиатеки. Причем звучание здесь настолько серьезное, что под вопрос мгновенно попали плееры с ценником около 600 долларов. С таким ЦАПом, на мой взгляд, смысл в полноценных аудиоплеерах просто исчезающе мал, разве что когда дело оказывается вовсе не в звуке. А так, в TC44C есть все, что требуется от действительно взрослого аудиодевайса. Приятный слух у вес, глубина, объем и экспрессивность. Единственный нюанс, аппарат не пытается уходить в микродетали, бритвенную резкость или сухую нейтральность. ЦАП, скорее наоборот, располагает к себе сочностью, мелодичностью и попыткой передать материал максимально эффектно. По этому параметру он превзошел даже более дорогой Shanling UA5. По жанрам, сколько ни старался, так и не смог найти ничего, чтобы мне не понравилась связка с героем обзора. Тяжелый рок, скоростной и не очень металл, оркестровая музыка, довольно сложный, в акустическом смысле джаз, блюз, соул. Все настолько магнетическое, что просто невозможно оторваться. Из наушников имеет смысл выбирать что-то порезче и детальнее, хотя лично мне хватило связки с 7 Гц Этернал и BQA с OTAN. С первыми так вообще все получилось вот ровно, как я люблю. Живой, естественный звук с легким аналоговым смягчением и великолепной передачей атмосферы трека. OTAN же сильнее подсветили нюансы и их добавили в звучание собранности и контроля. Причем оба эти варианта при всей их разнице привели меня в полнейший восторг. Это вот как раз тот звук, что я жду от различных серьезных стационарных решений. Получить же его в таком маленьком девайсе было для меня ну полнейшим сюрпризом. Еще раз отмечу именно музыкальную направленность данного устройства. Если вы любите нейтральность, техничность или акцент на микродеталях, то вам это даст, например, Shanling UA5, но никак не герой нашего обзора. Shanling в своем новом устройстве довольно таки сильно ушли в четкость и проработку материала, в остальном же возможности UA5 и TC44C, на мой взгляд, очень схожи. DD Hi-Fi дает то, что можно назвать пивучестью или максимальной мелодичностью, подчеркнутой выразительностью и великолепной прорисовкой сцены в глубину. Всякая академическая или другая мультиинструментальная музыка строится, как по мне, ну просто потрясающе, с собственной текстурой у каждого из имеющихся тембров, необходимым ему воздухом, пространством и, естественно, объемом. Разбивая по частотам, мы имеем прекрасный по глубине и динамике бас, слегка теплую музыкальную серединку с неплохой разборчивостью и прорисовкой различных оттенков звукоизвлечения и довольно продолжительные слоистые верха. То есть все, друзья, как по учебнику, вообще не придерешься. В сравнении, например, с Colorfly CD M1, Acme Magic Sound 4 или X-Doolink 2 балл, герой обзора существенно мелодичнее, массивнее и, пожалуй, что даже эффектнее. Прямо до магнетизма то, о чем говорят, ноги сами пускаются в пляс и хочется подпевать. В то время как остальные указанные модели заметно резче, детальнее и суше по подаче. Так что для себя я однозначно выбираю DD Hi-Fi TC44C. Люблю, когда музыка буквально струится, а эмоции бьют ключом. Итогом, мобильный ЦАП DD Hi-Fi TC44C однозначно радует довольно стильным внешним видом с просто миниатюрными габаритами, превосходной сборкой, великолепными измерениями, удобным чехольчиком из комплекта и, конечно, просто сногсшибательной по своей харизматичности подачей. Как раз то, что обычно называют живое, естественное и сверхмелодичное звучание. Да, уклона микронюанса здесь нет, как и кристальной прозрачности, но играет ЦАП так, что залипаешь на целые дискографии. Да и поддержка есть как для Android, так и для iOS. Говоря откровенно, после знакомства с данным девайсом я окончательно убедился в том, что мобильные ЦАПы уже полностью стерли грань между собой и аудиоплеерами среднего ценового сегмента, где разница в цене составляет около 500 долларов. DD Hi-Fi TC44C ну просто превосходен даже в отрыве от своего ценника. Если вы любите очень объемное, сочное такое музыкальное звучание, то это однозначно ваш выбор. Вполне могу рекомендовать к приобретению, аппарат меня очень приятно удивил. А на этом у меня все, это был мобильный ЦАП DD Hi-Fi TC44C. Всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.